доброе утро хорошие люди завтрак оладьи на кефире мой кофе сгущенка виктория уже ставит готовит тарелки и чашки для чая в магазине взяла гель-лат и стоп не очень нужно для сегодняшнего дизайна и заскочила в кафе взяла себе лата сейчас побегу на работу жара стоит жуткая все плата взяла на работку нас кстати стал подниматься ветерок а звонил мишутка с киева он уехал с яной в киев говорит нам холодно тучи собираются ветер реально горит холодно а мы идем вдвоем футболочках как две тюти в общем все бегу на работу рабочий день если получится что-то попытаюсь снять хотя бы руки там я иду смотрю на сухие пожухлую я иду смотрю на сухую пожухлую траву и понимаю что сегодня опять уже третий день подряд забыла полить цветы на балконе как они у меня там еще не повымерли я не знаю реально цветы живут божьей милостью тут тоже видите все посохло когда-то задумка была хорошая но увы уже хочется выходного не успела хотела сегодня очень нафаршировать перца потому что вечером придут гости и не успела не знаю может или сесть викторией помогут мужу муж уже один раз готовил перец и думаю что у него и второй раз получится как вы поняли я уже дома и не снимала и на работе потому что девчонки были 1 за 1 1 за 1 пришла домой а тут перестановка муж переехал от мальчиков сюда кстати муж купил системный блок новый я из-за него очень рада там классная карта и диш на что-то еще в общем все очень мега 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 классно перевезли мой зеркало сюда и дотя даже прибрала и в ящичках прибрала боже какая умничка сил нет устала вот оно моё счастье моя кровать он сейчас придут девчонки должны были прийти невеста с женихом но придет невеста с подружкой мы там хотим поговорить немножко насчет свадьбы нас пригласили в субботу воскресенье на свадьбу и если я не ошибаюсь то даже если все получится то я даже проведу пару конкурсов и торгану кусок торта продам но это такое значит на свадьбах всякие приколы типа торт продать ползунки на мальчика на девочку деньги собрать напротив окна плохо в общем все посмотрим сегодня поговорим я не знаю получится ли снимать свадьбу потому что там все такие люди чужие хотя почти все довольно публичные и ну как бы фотографируются снимаются в общем думаю свадьба будет очень интересная свадьба кстати в церкви будет христианская венчание будет на природе у я устала просто у меня мысли скачут только успела руки помыть а дочечка доедает мой хот-дог муж пришел принес на работу хот-дог и лампу ремонтировал я его не съела я ем дуться рыжулька волк уже смывается короче мы сидим и таня рассказывает как они на гавер уходили если бы ты слышал мне шутка он бы сказал мамочка спасибо тебе потому что мы не пешли на него пусть и Назар не пешел на голову а не пешел на верду он их ж Greta приезжал в здание побили бились дурачили нас за рубами а не пешел на голову не пешел да что у него спина болила не В смысле, там нагаверили покупать? Нет, внизу, там нагаверили, все мои магазины, тоже куча магазинов, все, мороженое, обычный стаканчик 20 грн. Вообще, так было. А из-за чего бы ты задумалась, не пошла бы второй раз поход? Ну, или пошла бы, не пошла бы. Что тебе? Важко. Ну, типа, я ишла, и я ишла первая, иногда, типа, отставала, но ишла из-за того, только чтобы не быть последней, что я такая вся слабачка и все такое. Но реально было тяжело. Были люди, которые выгоняли вперед, и их надо было постоянно догонять. Я боялась потеряться. Самое первое, что я боялась потеряться. Если бы не было тебя, это было бы я. Я тоже боялась, что меня где-то загублять. Я, если никого не вижу, у меня уже паника, что я где-то где-то. Танюша. А как ты себе обмундирование нашла? Это ж очень дорого. Сначала была идея, чтобы шли они, но потом мы поняли, что мы не выгребаем даже по денег. По деньгам так быстро собрать их. Постаграм, где палатку давала церква, спальник тоже с другой церкви я взяла. Обувь, рюкзак. Обувь мы купили в секунде. А вы как-то знали, что брать надо, да? Там обувь есть походная. Вона такая высокая, с такой подошвой тракторной. Сели меня бедя какой-то горы, и там надеяло, что так прям жестко под ним. И еще и по ручейку таком маленьком, чтобы было мокрое все. Сели. Идет, Сережа сидит и говорит, что я даже голову поворачиваю. Не хочу посмотреть, куда нам еще идти. Слатя, прикинь бы ты там был, тебя бы убили. И что? Тебя бы какую-то аборигену съели в руках. Меня бы догоняли. Я сплю, и мне снится, что сильные дождя. Я открываю глаза, поднимаю голову и говорю, «Е, моя крыша течет!» Смотри, я мажю, и говорю, что случилось? Скажи, крыша течет, она говорит, что еще нет. И я говорю, ой, 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 ой. А это тебе приснилось? А потом буквально, через 30 минут начинается такой ливень просто. Я лежу, и ты понимаешь, что капает уже. Лежу, даю зная сила. Ты думаешь, сон это или нет, да, ущипните мне. Возвращаюсь на Машу, говорю, Маш, тут потолок течет. Маша рукой раз, раз, скажи, реально течет. Андрис, а там же ж чутно все. Кто что скажет, сразу чутно. Андрис из соседней палатки. Девочки, у вас там все нормально? Маш, скажи, нормально, нормально, на меня капает. Я говорю, не нормально. Я вот так разворачаюсь по всему кругу, лягаю в кинец, здесь девчатами ноги, чтобы мне не капало. Хоть там, короче, проснулись, палатка мокрая была, сушила ей на следующей точке. Уже новый день, я поработала, и мы даже с Мишей уже покушали. Миша старается придерживаться диеты, сейчас меня пополняет. У меня нет на телефоне. У меня здесь список, и я пишу, что нужно купить, что кто будет танцевать. В общем, все крутится вокруг свадьбы. Я в связи с этим взяла немножко выходного себе полтора дня. Вообще свадьба, ну не мы отвечаем, но мы там, мне там выделили часик на повеселить народ. Несколько конкурсов провести, номер какой-то сделать, и поэтому я себе пишу, что мне надо прикупить. Ну сейчас я наелась, и у меня плохо варят мозги. Я приехала на долину Росс, и у нас так похолодало, прям ветер холодный. Лохматая вся. Кое-что прикупила. Это фатин для смешного танца мальчикам. Это фатин для украшения конкурса одного для атрибутов. И здесь много разной атрибутики для конкурсов. Прикупила, сейчас жду Таню с Андреем. Таня, это которая вчера рассказывала, как они в поход ходили на Гаверлу. Мы насмеялись вообще. Сейчас жду их. Ну, чуть-чуть так. Что спрашивают, что просят помочь, то я могу помочь. Потому что касательно свадьбы... Блин, ветер. Есть большой опыт проведения свадеб. И, наверное, мне кажется, что... Классные вот эти велики. Что, наверное, касательно свадьбы нет ни одного вопроса, в котором бы мы были некомпетентны. Потому что мы провели с Оксанкой еще с одной девочкой. Ну, вот если на вскидку очень быстро сказать, то свадеб 40 точно. А так, мне кажется, больше. Очень разного направления. И по финансам, и по атрибутам, и по цвету. В общем, очень и по количеству людей в том числе. Ну, и поэтому как-то вот что знаю, то подсказываю, если спрашивают. А если не спрашивают, то помалкиваю. А сейчас я на долине Рос, потому что должны подойти Таня и Андрей. У них ситуация. Таня очень хочет станцевать танец молодых. Но, как всегда, они стесняются. Андрей на все согласен. Но, в общем, я им говорю, что станцевать может любой. И для этого нужно всего лишь полчасика. Мы придумали там один ход с помощью шали. И поэтому, как говорится, шаль поможет сделать танец красивым. Все, жду их. Если честно, хочу чайку. Ветер, наверное, слышно ничего не будет. Я сижу в наушниках, слушаю песню. Ох и ветер. И я привыкла, когда надо выучить танец, и детей учила, нужно песню заслушать так, чтобы она была у тебя в голове. И вот просто она звучала. И сейчас я заметила, я привыкла сидеть в наушниках, снимаю наушники, и мне холодно. Реально. Так и поеду домой. Они тепленькие такие. В общем, в наушниках тепло. Здесь никого нет. Танцуй сколько хочешь. Мы всегда репетируем что-то вот здесь за сосенками. Или вон там еще, где красная лыча, там или вишня. Вальс мы уже потанцевали. Миша меня угостил хот-догом. Он принес колонку. И сейчас мы ждем уже, кого? Ребят, Мишиных ровесников. На мальчишский флешмоб. Тоже будем репетировать и тоже на Долине Рос. Сегодня Долина Рос просто наш танцпол. Мама опупевшая личность уходит с Викторией гулять. И реально опупела, потому что я ей говорю, что на улице холодно. Виктории сказал, что Виктория одела куртку. Виктория молодец. Папа уходил на работу, одел куртку. Мама идет в надежде. Это моя камера. Зачем ты на нее снимаешь? В надежде на то, что ее согреет Лина Михайловна. Лина Михайловна не твой муж. Я иду на встречу с Линой Михайловной. Знаешь, как я за ней соскучилась. Мама, одевай куртку. Я серьезно тебе говорю. Я сейчас позвоню папе. Я не помню. Какую куртку? Ты что смеешься? Тебе сказать сколько там градусов? Я, мама. Я решаю. Это я должна тебе говорить. Оденься. Дай мне мою камеру. На улице 15 градусов. Что ты врешь? Отойди. Ах ты брехло 20 градусов. Дай камеру. Я звоню папе. А это солнечная сторона. Я звоню папе. Уже новый день. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Я просто звоню папе. Уже новый день. Я с вами попрощаюсь. Потому что сейчас уже начну... Уйди. Ну, Миш, дай нам выйти. Дай я с папой поговорю. Что папа скажет. Я буду постоянно в помещении. Не рассказывай мне сказки. Миш, выпускай. Выпускай. Алло. Папа. Мама офигела. И она идет... Открой дверь. Ты что вообще гля? Еще папе звонит. Это я звоню папе. Виктория одела куртку. А мама одела свой вот этот голубой полосатый... Ну, какой-то... Что папа говорит? Красная куртка. Что? Она одевает куртку. На улице очень холодная. Какую куртку? Папа в куртке в красном зимней. Он говорит на улице. Папа стоит на сквозняке. Я буду идти и сидеть в помещении. Я не могу ничего найти. Сейчас. Мне надо доставать чемодан с зимними вещами. Выпустите меня. Если я замерзну, я вернусь. Или попрошу тебя, ты принесешь мне джинсы. Я не принесу, я бы... Папа не выдержал такого дебилизма. Просто, если бы не было папы в нашей семье, мы бы все стихнулись. Я бы в первую очередь. Всем спасибо. Ты первый все начинаешь. Отстань. Лучше засними акакиев моих. Уже новый день. И я... Уже новый день. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Я искренне благодарна за то, что вы заходите на канал. Смотрите мои видео. Не знаю, что здесь можно смотреть. Мы просто живем. Очень я устала. Как-то вроде до этого был праздничная неделя. Но потом три или четыре дня я просто работала, не покладая руки, не поднимая головы от стола. Устала очень. А сейчас другая усталость. Мы немножко... Вот знаете, вроде по свадьбе совсем чуть-чуть помогаешь. Ну вот капельку. Но каждый конкурс для свадьбы, он называется с атрибутикой. И его нужно продумать. И сегодня мне просто... Я не знаю во сколько я ляжу. Очень много надо все приготовить. И очень много надо все очень чутенько сложить. Поэтому я с вами прощаюсь. Сейчас выйду на улицу и сразу начну новый день.